Для Алексея Смирнова преодолеть 7 километров по пересеченной местности не проблема. Мужчина – основатель клуба спортивных отцов, которые вместе со своими детьми занимаются активными видами отдыха. Вот и накануне они с друзьями проехали более 100 километров. Но заезд на скорость – совсем другое дело, поэтому Алексей решил бросить вызов профессионалам и поучаствовать в соревнованиях «Соколь и горы». Велосипед в летний период времени, как возникает возможность покататься, всегда катаюсь, предпочитая больше именно трейловые дистанции, нежели асфальт. Они интереснее, они позволяют с друзьями пообщаться, насладиться природой. Кросс-кантр и веломарафон «Соколь и горы» как раз и проводятся для того, чтобы и любители, и профессионалы смогли объединиться в своей любви к велосипедам и вместе показать свои сильные стороны. Тем более, что велосипедная школа в Самаре традиционно очень сильна, и этот турнир является отличной возможностью проверить свой уровень перед большими стартами. По осени мы участвуем в таких соревнованиях, именно в маутинбайке. И, естественно, все сейчас пересядут на маутинбайке в ЖБ и будут участвовать. У нас в осени очень много соревнований. Мы на горнолыжной базе будем проводить турнир всероссийский в этом году по осени. Тоже будет все прекрасно. Трассу для старта выбрали на нижней базе центра «Чайка». Сначала на дистанцию отправились участники символического заезда на 1586 метров. Затем за победу сражались спортсмены на дистанциях 7, 21 и 35 километров. Всего на живописную трассу вышли более 200 велосипедистов. У нас марафон проходит в окрестностях Соколь и Гор, потому что здесь действительно замечательная природа, замечательно подготовленные трассы, за что отдельное спасибо хочется сказать Государственному автономному учреждению спортивной школы «Чайка». Которые готовят для проведения тренировочного процесса, для соревнований вот эти вот дистанции, которые проходят по лесным тропам. Соревнования прошли под девизом «Наркотикам нет, выбирай велосипед» и стали частью спортивной серии «Соколь и горы», которую проводит городской департамент спорта. Зимой под этим названием проходят лыжные гонки. Скоро проведут и легкоатлетические старты. На финише каждому участнику вручали памятную медаль, бутылку воды и фрукт для восстановления сил. А победители в своих зачетах получили дополнительные медали и ценные призы. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.